Городские чиновники заплатят за то, что асфальт на коммунальном мосту развалился. Штраф им грозит, как мы выяснили, около полумиллиона рублей. Эти деньги, к сожалению, заплатят не конкретный провинившийся чиновник из своего кармана, а департамент горхозяйства. А дело всё в том, что дорожные полицейские на днях объявили, полотно на переправе никуда не годное, и это при том, что ремонт тут был, как мы все помним, только летом, и на 3 миллиона рублей. Я лично считаю, что за любую халтуру должна быть персональная ответственность, но вот Владимир Аракелов сегодня занимался темой дорожных ремонтов и выяснял, а можно ли заставить дорожников сразу делать трассы хорошо, без переделок. Он изучил новый закон о госзакупках как раз с точки зрения защиты от вот таких недобросовестных дорожных подрядчиков. Смотрите, какие сделал выводы. Трещины, рытвины нет, не так должен выглядеть отремонтированный мост, заявляют. Водители, проезжающие по коммунальному. Трехмиллионного летнего ремонта хватило лишь на несколько месяцев. И с таким подходом, похоже, в России от плохих дорог не избавиться никогда. Народ уже шутит, у нас не ремонт делается, а деньги осваиваются. И таких примеров, как на коммунальном, по Красноярску уйма. Что-то не так, и это надо менять. Власти это поняли два года назад, после скандала с ремонтом на проспекте Мира. Тогда глава города Эдхам Акбулатов заявил, теперь все дорожники будут получать оплату через 8-10 месяцев после окончания работ. И, похоже, это работает. Но вот избавиться от недобросовестных подрядчиков на уровне городских указов не получается. И тут подоспели федералы. В России с этого года начал действовать 44-й закон, который полностью изменил систему госзаказов и аукционов. Что это значит применительно к дорожным ремонтам? Раньше главным критерием при отборе подрядчика была цена. Кто дешевле, тот и победил. А теперь квалификация и опыт. К тому же прописана и антидемпинговая мера для тех, кто якобы соглашается работать совсем за 3 копейки, а потом перепродает этот тендер другой фирме. И от такого базара все дороги в ямах. Теперь же в законе ясно прописано, если кто-то из участников аукциона демпингует, то должен доказать свою способность сделать все за дешево деньгами. Кроме того, новый закон в теории позволяет отсеять фирмы-однодневки и бракоделов еще на этапе конкурсного отбора. Возможно предъявить требования к опыту исполнения контракта за последние 3 года до даты подачи заявок. Это также наличие собственного либо арендованного оборудования и других материальных ресурсов, которые потребуются при выполнении работ. По-новому в 44-м федеральном законе оценивается и результат работ. Так, на краевых трассах раньше доказать некачественный ремонт асфальта мог разве что суд, который нередко затягивался до конца сезона дорожных работ. Теперь же подписывая договор, подрядчик сразу соглашается. Халтуру придется не только переделать, но и заплатить штраф. Если раньше подрядчики могли самостоятельно устанавливать или не устанавливать штрафные санкции за неисполнение государственного контракта, то теперь они прописаны официально. Указан расчет, каким образом считается от стоимости контракта, от сроков. Не нужно самим выдумывать, все четко прописано. И это опять-таки дисциплинирует как одного, так и другого. Кроме того, внимание, в новом законе прописана персональная ответственность за неисполнение контракта, вплоть до уголовной. То есть, к примеру, сделала какая-нибудь фирма участок Наигарской из рук вон и начальству статья. По-моему, очень хороший стимул для дорожников, чтобы не пенять на погоду, природу и прочие обстоятельства. Наряду с опросом государственных шиновников мы пытались выяснить, что думают о новом законопроекте и потенциальные подрядчики. Но те залегли на дно. Их позиция говорить пока не о чем. Слишком сырой новый закон и слишком много в нем юридических дыр, которые неясно пока как толковать. Так что подрядчики держат паузу. Быть первым блином на сковороде нового закона не хочет никто. В этом году красноярские власти уже выставили на торги содержание дорог в советском районе Красноярска почти на 50 миллионов рублей. Но пока желающих поучаствовать в них не очень много. Видимо взвешивают риски и прибыль. Избавить ли новый закон красноярские улицы вот от таких вот посланий дорожникам узнаем уже летом. Владимир Ракил, Владимир Цуканов, Денис Дымко, СТС, Прима, Новости.